Всем большой привет, мои хорошие, и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео я посвящаю обзору вот такой нашей греческой коробочки Glowbox. Я уже показывала ее в январе. Эта у меня коробочка пришла за март, в феврале я ее не заказывала. Ну и в принципе я не пожалела, потому что внутри там не было ничего такого особенного. Но опять же, вот эта коробочка мне не настолько понравилась, как мне понравилась первая, которую я заказала за январь. Так, ну открываю коробочку, и здесь как всегда есть вот такая открытка. И с обратной стороны описание продуктов, какие фирмы, что как используется и так далее. Все это на греческом, указываются даже некоторые цены, но все равно я, чтобы подготовиться как-то к видео, я все равно захожу на официальные сайты каждого продукта и немного читаю, чтобы узнать, откуда эта фирма и как она себя вообще зарекомендовала. И да, в коробочке, как обычно, 5 продуктов содержится. И давайте я начну понемногу рассказывать вам о каждом из них. Так, кратко получится. Первая, это у нас вот такая зубная щетка, Humble Brush фирма, ручка деревянная. То есть упаковка, ручка, все это предназначено для переработки. Щетка написано, что она мягкая, но она не сильно мягкая, она больше, наверное, как средняя. Я ее отдала мужу, я ему ее подарила. По одной причине, что я люблю щетки, чтобы были более жесткие. Вот, спрашивала мужа, как щетка ему нравится или нет. Он сказал, что, ну, нормальная щетка, то есть как обычная, то есть обычные щетинки здесь. Вот такие они розовые, не знаю, сиреневые. Ну, в общем, ничего особенного в щетке нет. Нет, единственный минус, что если ее ставить в стаканчик, в стаканчики для зубных щеток все равно скапливается вода. И вот здесь, я думаю, что она будет, ну, так, расъедаться, не знаю, расширяться, в общем, от воды. В общем, просто вот так держит он ее на полочке. И единственный плюс производства, это, по-моему, да, Швеция, Sweden, Швеция, да. Единственный плюс, который меня очень порадовал, то, что они на своем официальном сайте позиционируют эту щетку так, что, допустим, продается одна щетка, и они, эквивалент денежной этой щетки, они либо передают бедным, нуждающимся людям, либо они отдают одну щетку тоже, опять же, бедным людям, не знаю, в странах Африки, не знаю, ну, где-то вот в таком, то есть на сайте у них все это подробно написано. Вот это мне очень понравилось, такая политика компании. А, и следующий продукт, который я хотела бы вам показать, это вот такой ночной крем от фирмы Рен Клин Скин Кэр. Называется V-V-Sense Revitalizing Night Cream, то есть ревитализирующий ночной крем. Производство это, по-моему, США. В общем, бутылек маленький, здесь 15 мл всего, но мне его доча, пока я его тестировала, он у меня, естественно, стоял в ванной, доча залезла, и полбутылька просто себе на руки спустила его, ну, в общем, ладно. Что хочу сказать, первые мои впечатления об этом креме, он очень классный, очень нежный, но на ночь можно было бы сделать его немного пожирнее, но он впитывается очень хорошо, но, в принципе, заявлен как обновляющий, как дающий энергию коже лица против старения, чтобы эффект разлаживания морщин, то есть, ну, такой обычный антивозрастной крем, ну, то есть, даже не антивозрастной, а для борьбы с первыми признаками старения. Очень классный запах, знаете, запах такой травяной, я бы сказала, травяной, ромашковый, и, да, какую-то информацию находила, ну, то есть, как, знаете, информация такая, что как будто это обычный ночной крем, вот и все. Стоит он, так, стоит он, ну, здесь вот на сайте не указано, а на официальном сайте смотрела, что, по-моему, полная упаковка, там, 50 миллилитров, где-то 25, вот так, 20 евро, ну, то есть, он не супердорогой, но и не дешевый-дешевый. Следующий продукт это от фирмы Anatomicals, это фирма, написано, сделано в Англии, ну, английская, наверное, тогда получается, именно по уходу за телом у них есть и шампуни, и кондиционеры, и лосьоны, и гели, и скрабы, то есть, все по уходу за телом, кремов у них, по-моему, нет для лица, и на каждой баночке, на каждой упаковке написан какой-то свой слоган, и написана также какая-то история такая в шутках, в общем, классно, все это тоже предназначено для переработки, это не совсем органический продукт, у них, единственное, они пишут, что без парабенов и без СЛС формула, но он не органический, то есть, кто к этому относится очень серьезно, я бы не могла посоветовать, но вот этот называется, вот этот гель для душа Unide Blooming Shower, то есть, вам нужен, здесь вот такая картинка, что это букет из душа, в общем, вам нужен цветущий душ и запах роз, не такой, знаете, противный, неприятный запах роз, ну, бывает, да, в какой-то косметике, либо в парфюмерной воде, а именно вот прям запах роз, такой свежий, классный, прям, вот я, кстати, особо не люблю запах роз, вот в каких-то средствах, но этот меня покорил, я когда пошла в душ, я им мылась, и потом, когда я выхожу с душа, у меня кожа полностью пахла розами, так приятно, нежно, и ванна тоже была наполнена прям ароматом роз, как будто, я не знаю, купалась в розах, прям настоящих, в общем, классная, классная, сайт у них такой оригинальный, такой классный, почитать какими-то шутками для каждого продукта свой шуточный лозунг есть, и они, у них главный такой слоган их, we only want you for your body, то есть, мы хотим вас только за ваше тело, в общем, классная, мне кажется, для подарка для молодых людей, для молодых девушек, очень классная будет, потому что у них есть также продукция и для мужчин, то есть, там какие-то запахи, которые подойдут именно мужчинам, если интересно, я оставлю официальный сайт, ссылку на их сайт, можете посмотреть, что там у них вообще есть, но вообще фирма знаменитая, я смотрела, продается и на Амазоне, и на Ebay, то есть, везде, и в каких-то других косметических магазинах, в Греции я, к сожалению, не встречала, потому что я сейчас смотрю все через интернет, может быть, даже и есть, не могу ничего сказать. Один продукт, про который я хотела бы вам рассказать, это от фирмы Madera, Natural Skin Care, то есть, это фирма из Латвии, да, Латвия, кажется, очень классная фирма, я очень много про нее прочитала, она полностью органические, натуральные, там, все ингредиенты, это Brightening AHA Peel Mask, то есть, маска пилинг с АХ, я не знаю, что такое АХ кислоты, и да, здесь написано на коробочке разными языками, давайте на русском, я вам быстренько прочитаю, что это и к чему, написано, освежающая маска пилинг с АХ кислотами, АХ кислотами, активная маска пилинг, содержащая большое количество активных кислот, мгновенно придаст коже сияние, оказывает особо благоприятное воздействие на тусклую, уставшую кожу с признаками старения, морщинами, возрастной пигментацией, отсутствием блеска, закупоренными порами и углями, и да, эта маска не подходит для чувствительной кожи, здесь три главных компонента, три самых таких главных ингредиента, это лаванда, фрукт айва, айва, да, и экстракт бузины, и также очень много всяких разных ингредиентов, натуральных, масел, и эта маска, здесь вот, кстати, это тоже миниатюрка идет, здесь 12,5 мл, очень классная, тоже расход, вот такая малюшка она, расход очень-очень экономный, потому что она такая немного как гелевая основа, очень легко наносится на лицо, и надо сделать такой тонкий слой и оставить на 3-10 минут, то есть если немного кожа почувствительнее, да, немножко, можно и поменьше, конечно, оставить, но я оставляла так же на 10 минут, пока, то есть я нанесла, пока в душе мылась, и она у меня действовала. После того, как прошло время, ее смывается, смывается теплой водой, и лицо такое классное, разглаженное, даже сияющее, можно даже не наносить крем, потому что лицо уже увлажненное, и я очень довольна, кстати, полный, полный тюбик, вот эта полная баночка стоит, по-моему, не помню, сейчас не могу найти, по-моему, 26 евро, что-то в этом роде, то есть не особо дорогая, но классная. Следующий продукт, который у меня был в этой коробочке, это были два вот таких пробника, Egyptian Magic, то есть это крем, у меня их два было, один я уже использовала, крем такой универсальный, его можно использовать как для лица, так и для тела, также и для волос, многое с Celebrity, также его используют, тоже у них есть официальный сайт, но у них существует только один вот этот единственный крем в разном объеме баночков, тоже он и от каких-то царапин, как и лечащий, и от, если вот чешется, какая-то аллергия, тоже можно использовать, абсолютно натуральный. Да, здесь есть несколько главных компонентов, входит сюда оливковое масло, пчелиный воск, мед, прополис и еще какой-то экстракт, тоже что-то с пчелиным связанное. В общем, в одном вот этой миниатюрке по 3 мл всего, ну что могу сказать, классный, и он когда, такая консистенция немного густая, но когда в руках растирается, его становится как более маслянистая основа и наиболее легко наносится на тело. Еще хочу сказать, что вот такой, я когда читала все отзывы какие-то, да, посмотреть, что люди пишут об этом креме, я нашла, что раньше, несколько лет назад, вот этот крем продавался на iHerb, но уже его нет в продаже, видимо, либо я его не нашла, ну то есть я его не нашла на iHerb, но он там был, потому что я это читала. Вот и все, то есть у них тоже точно так же есть официальный сайт, по-моему это производство, по-моему тоже Англии, наверное, если я не ошибаюсь, не могу точно, не помню. В общем, если хотите посмотреть, также я оставлю ссылку на официальный сайт, можете также почитать. А на этом все, я с вами прощаюсь, надеюсь, вам мой обзор был полезен, и я уже протестировала эти продукты, так что могу сказать, что да, мне понравилось, единственное то, что если насчет вот этого геля для душа, он неорганический. Вот и все, все остальное мне очень понравилось, и всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok